Добрый день, уважаемые подписчики и все гости моего канала, кто зашел посмотреть сегодняшнее видео. Сегодня у нас 15 марта 2021 года. Температура, ну немножко уже нагрелся, но сейчас 10 градусов тепла. Так что мы сегодня, первым делом нам надо посмотреть, почистить улья от подмора. Для этого нам понадобится щетка, лопаточка такая, ну и посуда, соответственно. И так, как говорится, с кормами у нас было достаточно. А теперь надо посмотреть, убрать подмор, чтобы он не мешал, чтобы пчелы занимались расплодом, а не уборкой улья. Для этого у нас по охране труда мы наденем, конечно, масочку. И так, сегодня работаю я с помощником, так что немножко легче будет. И так мы открываем, посмотрим, что здесь делается у нас. Так. Вот, как видно, сидят сверху. Так, немножко освободить надо. Освобождать тут некуда, да? Здесь, 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 здесь. Сейчас мы немножко отодвинем. Немножко отодвинем. А так, и посмотрим. Так, снимаем. Дымар нам поможет немножко успокоить. Так, что тут делка нашла. Так, это у нас положим сюда. Это сюда. И потихоньку, быстренько. Вот так. Так. Проходик этот убираю. Работаю я без перчаток всегда, потому что в перчатках... Обычно почему пчелы кусаются? Потому что придавливаешь ей. Придавил, все, ответку получил сразу. А так уже чувствуешь более-менее. Так, это мы давали подкормку сюда, немножко меда. И теперь быстренько отодвигаем. Убираем подморь. И назад ставим, чтобы не охлаждать гнездо. Ну вот, как видим, немножко есть там. Так, ну сокращать нельзя, потому что с этой стороны рамка вся в пчеле. Будем теперь вот так. Вот тут видно. А? Ну, по сторону взял, да. Тут нормально. Так. Да, тут. Пчела на этой уже. И на той. Будем убирать потихоньку. Но четко. Так, ну что у нас здесь? Еще мы не заглядывали. Ой. Вот так немножко крышечки вот здесь. Уберем. Сейчас мы переставим все рамки туда, под ту сторону, чтобы можно было достать. Я что, уже расплох. А? Расплохлись. Ну, сейчас посмотрим. Говорят, помощник. А, да, печатный вот есть. Так, ну раз мы достали, мы быстренько сейчас поможем. А так. Пускай, пускай кушают, размножаются. Оно мокрое есть у них еще. Так что медок есть. А медок есть, значит, все в порядок. Что было, что покушать. Хоть немножко разделить, сейчас спокойный буду. Вот так, вот так. Они все уберут, все переработают. Этот прошлогодний... Вернее, не переработают. Оно пойдет на кормление молодой пчелы. Так. Так. Так, кто-то дихает. Ой. Ап. Так. Чтобы сказать, сильные семьи, нет, я считаю, это у меня такие. Матка ходит. А, вот матка меченая. Ага, зелененькая. Маткой всегда я мечу, чтобы видно было. Мне искать потом по полдня ее. Там у нас видно утеплитель, что мы положили. Этот, вернее, грелку, грелку электрическую. Так, еще. Потихоньку, аккуратно. Так. Еще одну. Ну, это, конечно... Тут ледковато, конечно, с пчелами. Вот эту можешь подставить им сюда ближе, к жидким моду. Так. 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 Ближе к гнисту. Подержать? Давай, Патюшку. Не, не. Вот так. Таняш, посмотреть, сколько подмора. Грелка теплая. Вот пчелы на ней... Так, активизировались там. Так. Отсего все надо, да, ближе поставить. Тайна тонненькая тоже. Вот эту. Вот эту. О! Она крайняя. Ну, вот такой подмор получился у нас тут. Вот так. Ну, я думаю, это нормально, если... Сейчас, на, подержи. Ну, вот так. такой плесени нету чтобы сильной потому что благодаря вот таком картону я всегда картон никакие не пенопласты эти пенопласты уже прошел я картон картон и последняя рамка никогда не зацветает не портится как мы видели только что достал рамка вся красивая виду а так она всегда плесенью покрывается все эту ставим назад еще утепление конечно надо немножко смещаем ставим назад ближе гнезду поставим так быстренько сейчас на той край тихо 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 тихонько 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 все почистили там уже будет веселее девчатам работать тихо 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 вот так так отсюда теперь поближе шума здесь немножко раздирал немножко взяли где большая надо брызгать по-любому потому что этот здесь закристаллизованный это закристаллизованный мед нестилет нести воду тани дима можем ее вообще убрать отсюда нам закристаллизованный не надо она теперь и верни с той стороны жидкий так и это тоже на это закристаллизована из него толку никакого не будет его только надо брызгать раздирать и брызгать пчела ее уже по-любому не возьмет оно и здесь то же самое то же самое закристаллизовался как скала вот здесь жидкий ну будет будет по теплу и тогда мы по теплу будем раздирать вот это все и брызгать водичкой тепленько и все вот это это скала превратится в корм для молодой пчелы все это закрываем на одну рамку мы тогда сокращаем какой смысл ставить ее сюда если он если он каменный за заставну да сразу за заставну сюда поставим все на этом и закончили осмотр так что у нас получилось с подмором ну вот сколько подмора если с одного улья ну сейчас еще посмотрим уже на втором видео со второго будет больше или меньше вот так ну и я думал больше ну пускай они немножко вынесли потому что не чистил ну вот так осталось пока все тогда накрываем так проходик для пчел и наши целлофан так все оставить сюда все пчела спокойно и все нормально все закрываем и на того у нас ушло минут десять ну все четырнадцать пятнадцать минут все вот так получилось сейчас будем дальше продолжать все улья потом я буду или последний или какой смотреть потому что надо еще в четыре поставить утеплителя и в общем то покажу сколько со всех ульев сколько получилось подмора всем пока всего доброго берегите себя своих пчел будете с медом до свидания до свидания до свидания отеля до свидания